Привет, с вами Артур и сегодня я решил поехать в небольшую геологическую экспедицию на поиски трилобитов в город Волхов на реке Волхов. Я проснулся в 6 утра и сейчас 10, я уже на месте. Иду к реке и буду искать на склонах отвалившиеся породы с трилобитами. В выборе места для поездки мне помог форум палеонтологов. Я выбирал между рекой Лавы, Путиловским карьером и Волховом. Для первого раза я решил остановиться на самом дальнем пункте назначения. На улице такая замечательная погода вообще. Мне кажется в Питере такое никогда не бывает. Я иду по дороге сейчас. Рядом звездная дорога. Стараюсь найти выход к реке. Если я не ошибаюсь, это должно быть только там. Сейчас я подошел к реке. Вот такая у нас сзади. Здесь очень красиво снизу ловит рыбку. Тупаки. А мне идти вот туда, за мост. Хотя можно было бы поискать вот здесь. Прямо куда мной сейчас есть небольшая осыпь. Но я пойду дальше. Очень красиво сегодня. Чувствуется весна. Уже немножко даже тепло. Примерно плюс 4, плюс 5, возможно. Надеюсь, меня слышно из-за машин проезжающих. Вот. Очень тепло. И я очень рад, что сегодня выехал. Жаль, что без Ксюши. Но она поедет со мной в следующий раз. Прибыв на место, я не знал, чего ожидать. И практически был уверен, что ничего не найду. Так как это, по сути, была моя первая поездка за окаменелостями. Еще с моста я заметил, что на том месте, куда я иду, уже копаются два геолока. И так как мой вид не показывал мою склонность к раскопкам, я уже начал чувствовать неловкость. Подойдя ближе, я молча начал оглядывать камни. И когда один из мужчин спросил, чего я ищу, то кажется, я увидел, как он их мульнулся, услышав мой ответ. Так или иначе, я расположился недалеко от них, так как место здесь самое удачное. Пока нормальные геологи разбивают камни с помощью профессионального оборудования, я ходил между ними и искал то, зачем приехал. Около часа я провел на этом месте, после чего я решил прогуляться вниз по течению реки. Голохов сильно отличается от других рек, так как такого красного оттенка воды я еще не видел в наших краях. Когда проходишь мимо рыбаков с молотком в руке, те обязательно спросят, что ты ищешь, но, услышав слово трилобит, начинают выглядеть еще тупее. Ловят себе рыбу, а у них под ногами валяются девонские трилобиты, стоимость которых в коллекциях Европы сравнима с их зарплатой за месяц. Пройдя по берегу, я ничего не нашел и начал возвращаться на то место, где меня не сильно ждали. Смотрите, какие большие лопухи я нашел. Я немножко покопал уже трилобитов и несколько нашел образцов неплохих. Я не профессионал, поэтому у меня нет профессионального оборудования, точнее нормальных цепей, молотков. Ну, я взял с собой обычный молоток и смог разбить несколько камушков, и найти сносный трилобитов. Они достаточно такие маленькие, среди остальными. А дядечки, которые там тоже копают, у них, конечно, чего-то получше будет. Я покопался в том, что они оставили там, где-то они покопаются, и я просто отошел немножко подальше. Вот и все, я закончил свои раскопки на сегодня. Походил еще немножко по-другому на берегу реки, вот так здесь, в принципе, тот же мост. Все прошло очень хорошо, погода хорошая сегодня была. В общем, очень доволен тем, что поехал. Сейчас буду ехать, или точнее идти до вокзала станции Волховстроя и ехать в Питер домой. Субтитры создавал DimaTorzok После прибытия домой мне несколько часов понадобилось для того, чтобы обработать мои окаменелости и придать им приличный вид. Я замочил их в растворе воды и лимонной кислоты. Примерно одну пачку я использовал на литров 8-10. И несколько часов они там полежали в воде. После чего я начал обламывать лишние куски породы и с помощью отвертки и подручных средств очищать мои трилобиты. Также я использовал зубную щетку для того, чтобы очистить их более точно. После окончания очистки некоторые приступают к более серьезной части. Это лакировка и подкраска, реставрирование нужных частей. Но это при учете, если у вас есть хороший трилобит. У меня они в принципе такого любительского качества, поэтому я решил этого не делать и просто закончить на такой более-менее детальной очистке. И вот что у меня получилось. Как вы видите, трилобиты в него пались не самые целые. Но это меня не сильно замущает, так как я с детства хотел найти себе хотя бы маленький кусочек хвоста трилобита. И чтобы у меня был в коллекции хотя бы один трилобит. Теперь он у меня есть. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я поеду на поиски окаменелости, я найду целый и неповрежденный трилобит. Пусть это будет моей задачей на следующий раз. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, если вам нравится это видео. Спасибо, пока.